лента с сетчатой серединкой как обычно любую ленту мы начинаем вязать петелечки обычно кладем нитку под вилку вяжем первую петлю и размещаем ее по центру после этого поворачиваем и первую петлю после поворота всегда вяжем стандартным способом под ближнюю к нам стороны петли вяжем столбик без накида со второго поворота начинаем уже вязать то что мы хотим получить в результате в данном случае мы вяжем ленту сетчатой серединой для этого после поворота делаем воздушную петлю и вяжем столбик с одним накидом захватывая обе стороны вот нашей петли вначале хвостик нужно придерживать как всегда в начале это получается не очень удобно опять поворачиваем вяжем воздушную петлю и столбик с одним накидом захватывая обе стенки вытянутой петли так идем дальше то есть поворачиваем воздушная петля столбик с одним накидом за две ниточки видите в результате у нас получается вот такая вот сетчатая серединка сейчас я свяжу побольше и будет уже явно видно что это такое как вы видите получилась действительно вот такая вот сетчатая середина и очень разреженные петли то есть петли вот тут отстоят друг от друга на большее расстояние на это естественно поскольку мы используем столбики с накидом они столбики без накида для чего нужна такая лента но опять же может быть какая-то тесьма отделка возможно если вы вяжете из толстой пряжи и вам не нужно вот чтобы очень часто были петельки а но в общем то я нашла вот такой вариант узора используется в очень интересном джемпере этот джемпер я в ближайшие дни опубликую на своем сайте эту модель и тогда этот урок вам очень пригодится там действительно из довольно толстых ниток связано этот джемпер вот именно эта лента обвязка более тонкой вот видите очень красивая такая получается серединка не такая эластичная как вот при стандартном способе вязание но зато в общем то интересная именно вот сама середина интересная подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые ролики у меня много идей так что впереди вас ждет много интересного успехов вам и легких петелек